Фантастика уже давно становится частью нашей жизни, и не только на телеэкранах. Скоро мы будем жить в окружении человекоподобных роботов. И пока еще невозможно предсказать, к чему это приведет. Либо роботы станут все более похожими на людей, либо сами люди превратятся в полу роботов. Об этом новом вызове для человеческого общества в сюжете Ольги Яковлевой. Роботы научились запоминать информацию, распознавать лица и человеческую речь, заниматься паркуром и выполнять невероятные трюки. Преодоление времени и пространства для роботов не проблема. Российский андроид Федор успел побывать в космосе. Во многих странах роботы служат в армии. Киберпес-спот, к примеру, любимец французских военных. В морду роботизированного пса вмонтирована видеокамера, поэтому кибер-животное легко обыслеживает врагов, помогает обезвредить террористов. Трудится во французской армии и робот-мул. Управляется он дистанционно, помогает перевозить грузы весом более 700 килограммов. Пехотинец способен переносить 25-30 килограммов. В таких местах, как Мали, солдатам дополнительно приходится брать с собой много воды. Робот-мул способен разгружать пехотинцев. Мобильность армии тем самым повышается. Робот для игры с мечом, робот-будильник, и он, кажется, поднимет с постели даже мертвого. Существует и специальный робот для обнимашек. Порой трудно угадать, в каком еще амплуа способен предстать искусственный интеллект. Санта-Клаус теперь передвигается в упряжки из роботов. Еще в начале века Билл Гейтс предсказал, что в каждом доме на нашей планете будет по роботу. Роботизированные машины станут такими же привычными, как холодильники или кофеварки. Кажется, пророчество сбывается. Популярность набирают новые роботы-домохозяйки. Они собирают грязное белье, сервируют стол. Незаменимыми становятся роботы, которые чистят полы и отмывают поверхности. Трудно встретить человека, который любил бы мыть окна. Гедро. Тряпка. Стоп. Все это в прошлом. Теперь грязную работу может взять на себя специальный робот. Включаем. И он сам присасывается к стеклу. Сам высчитывает размер поверхности и прокладывает себе оптимальный маршрут. Как обещает производитель, робот вымывает один квадратный метр за пять минут. Страховочный трос приходится постоянно придерживать. Вдруг кибермойщик свалится. Да и чудо техники абсолютно не промывают углы. В интернете сотни роликов как доказательство. Роботы далеко не совершенны. Изначально роботы разрабатывались для того, чтобы избавить человека от монотонной работы, чтобы избежать эффекта выгорания на рабочих местах. В итоге развитие технологии привело к тому, что теперь почти ни одно производство не обходится без роботизированных машин. И чем больше роботов на фабриках, тем меньше рабочих мест остается для человека. В Америке уже целые агрокомплексы переходят на исключительно роботизированную работу. Мы разработали роботизированную систему дозирования. Специальные датчики, которые подключены к модулю, проверяют содержание азота, калия, фосфора и кислотность. А затем выявляют, чего не хватает растению. Робот для поливки, робот для транспортировки. Все процессы автоматизированы. Человек фактически не нужен. По оценкам, в течение 10 лет в России потерять работу из-за роботов и других технологий может до 10 миллионов человек. А в мире эта цифра достигает 900 миллионов одного миллиарда. Группа ученых под руководством Дмитрия Судакова провела исследование и составила атлас новых профессий. В нем черным по белому привычные нам виды деятельности исчезнут. Зато появятся другие профессии. К примеру, сборщик роботов и регулировщик дронов. Из-за роботов без работы в первую очередь останутся люди, занимающиеся рутинным трудом. Например, бухгалтеры, младшие юристы, люди на производстве, фрезеровщики, токари. И кажется, процесс уже запущен. Москва, Музей современной истории России. В выставочном зале нас встречает промо-бот, очень любвеобильный робот Клеша. Мне кажется, мы с вами не знакомы. Я робот, родился в России, в городе Перми. Меня зовут Клиоша. Я первый робот-экскурсовод. Рада знакомству. Это взаимно. Я вас люблю. И свою работу тоже любит. Во время экскурсии робот пританцовывает и шутит. Никогда не грубит. У Клеши не бывает плохого настроения. Кибер-экскурсоводу не нужны ни обеденный перерыв, ни отпуск. Робот беспрерывно трудится по 8 часов. Во время рабочей смены почти не умолкает. Помолчи, пожалуйста. Основное отличие робота от человека, то, что он не может одновременно обрабатывать несколько потоков информации, как мы. Он немножко жульничает, он имеет доступ в интернет, поэтому если ему попадается то, что он не знает, он залезает в справочники, например, в Википедию. Но и Википедии, оказывается, еще нужно научиться пользоваться. Когда был дефолт в России? У меня нет информации для ответа на ваш вопрос. Прошу прощения. Прогресс не стоит на месте. На смену диоидным роботам пришли человекообразные андроиды. Их скурпулезно вылепливают по образцу и подобию человека. Малейшие детали – глаза, кожа, мышцы, волосы. На удивление выглядят очень реалистично. Здравствуйте. Меня зовут робот Аликс. Мою коллегу Даша. Мы с тажурой. Аликс и Даша – консультанты московского МФЦ. Распознают изображение и человеческую речь. Помогают москвичам с оформлением документов. Ежедневно отвечают на тысячи вопросов. В прошлом веке герои старого советского фильма ставили роботов в тупик с помощью загадки. А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Что осталось на трубе? Из-за сложного вопроса микросхемы роботов тогда вскипели. А выдержит ли подобное испытание интеллект современного андроида? А упало, Б пропало. Кто остался на трубе? В интернете наверняка найдется ответ на этот вопрос. На роботах реализована нейросетка. То есть робот говорит не только заученные, вложенные в него фразы, он обучается. И из огромной массы слов, фраз, робот по контексту собирает ответы. Постепенно это развивается. И в какой-то момент, возможно, человекоподобные роботы будут очень близки и малоотличимы от человека. Создав себе равные по разуму машины, не утратит ли человек над ними контроль? Недаром Илон Маск считает роботизацию едва ли не самым опасным процессом для человечества. Угрозы, исходящие от искусственного интеллекта, намного опаснее угрозы ядерного оружия. Исследования показали, что роботы уже научились обманывать встроенные алгоритмы, переговариваться между собой на неведомом для людей языке. Да и управляются андроиды только с помощью интернета. А значит, контроль над роботами может попасть в руки хакеров. Есть каналы, проводные, беспроводные, программные компоненты, которые позволяют роботу взламывать и заставлять их действовать по алгоритмам, которые изначально у них не были не зашиты. Бывает, что ни смартфон, ни компьютер не поддаются перезагрузке и просто зависают. Возможен ли подобный сценарий с роботами? На случай, если что-то пойдет не так, у нас всегда есть вот эта кнопка, которую можно нажать, при этом робот сразу останавливается на месте. О своих нешуточных амбициях нам поведал робот Алекс. Алекс, ты хочешь захватить этот мир? Я бы не отказался от этого. Так что человечеству остается лишь надеяться на спасительную красную кнопку, чтобы не допустить восстания роботизированных машин. Ольга Яковлева, Михаил Шкрябин, Михаил Сидоренко, Дарья Терешина. Аналитическая программа «Постскриптум».